Я, честно говоря, не знаю, чему учат журналистов. Я никогда не учился журналистики, не преподавал. Я понятия не имею, есть ли такой предмет свободы слова на факультете журналистики в университете. Не уверен, что вообще это можно выучить, честно говоря. Свобода слова, ну, либо она есть и понимается, либо ее нет и она не понимается. Я думаю, что в целом представление о том, что свобода слова в России есть, в России есть. Я думаю, что если мы сравним советский режим и советские установки о том, что можно, а что нельзя говорить, и вообще, что такое свобода словов, если вы спросили, что такое свобода слова, как вы к ней относитесь 40 лет назад, то люди просто не поняли бы, о чем вы говорите вообще в принципе. Сегодня, я думаю, будет не так, и вам скажут, что это важно. То же самое, как вам скажут, что важно, чтобы была демократия, что важно, чтобы соблюдались права человека. Если вы просто спросите, надо, чтобы соблюдались, или лучше, чтобы не соблюдались, Будут нюансы, но в целом люди за. Вопрос в том, что под этим понимается и как далеко, как глубоко люди готовы об этом думать. Чем дальше, тем меньше, пожалуй. В этом смысле свобода слова не является неким общественным принципом, который представляется настолько важным, чтобы общество его осознавало и специально вело за него борьбу. Ну, в принципе, все считают, что она есть. Ну, это, конечно, советский анекдот, но, тем не менее, он работает и сейчас. Просто в Советском Союзе это было дело узкого круга интеллигенции, а сейчас, скорее, это более широкая страта, которая скажет вам, что, ну, что, могу говорить, что хочу, в принципе. В том смысле, что если нас критикуют, что у нас нет свободы слова, вот этот известный советский анекдот, они могут выйти перед Белым домом и сказать, что Рейган дурак, но мы тоже можем выйти на Красную площадь и сказать, что Рейган дурак. Осмысление сейчас, пожалуй, шире, чем в советские времена, и само понятие существует. А чтобы оно было важным, ну, скорее, нет, чем-то. Правильно я понимаю, что вопрос заключается в том, могу ли я, как редактор, уволить сотрудника за то, что не согласен с тем, что он говорит. Например? Ну, такая коллизия есть, она не представляется мне какой-то главной для человечества. На самом деле, я его, такого работника, не найму в первую очередь, а уже потом, соответственно, мне не придется увольнять. Но, конечно, редакционная политика существует, должна быть, и в этом нет никакой проблемы для свободы слова как таковой до тех пор, пока существует конкуренция. Ясно. Конкуренция – это то, что определяет возможность существования любых взглядов. Взгляды не имеют права быть запрещены до тех пор, пока они не угрожают физическим насилием напрямую. В этом смысле свобода слова абсолютная, и редакционная политика тоже. Пожалуйста, пусть будут издания либеральные, националистические, консервативные, прогрессивные и так далее. Вопрос в том, насколько они им дают существовать. Я категорически противник 282-й статьи, но поскольку я ее противник, и я считаю, что у меня есть право, если я редактор, ввести редакционную линию, так как в той логике, в которой мне представляется, представляется верной. И не считаю подавлением свободы слова, если я не даю националисту высказываться у себя на пол. У него должен быть свой рупор. Главное, чтобы была конкуренция. Сейчас конкуренции в России нет вообще. В принципе, она подавлена государством плотно, жестко. Конечно, никакой свободы слова в этом смысле в России сегодня нет. Ясно, что людей преследуют за их взглядом. Это даже не касается либеральной повестки, которой я принадлежу. Скорее, касается даже других. Но неважно. Безусловно, государство монополизировало право на высказывание и определение того, что можно говорить, что нельзя. Чем дальше, тем ситуация хуже. Но это не значит, что эти взгляды исчезают, они загоняются в подполье. Продолжение следует...